Привет всем на связи Нибиру и в сегодняшнем выпуске следующий босс режима покровители магии ведьма ветра как и обычно мы сперва разберем самого босса его особенностей атаки кого сперва уничтожать кого потом также я приведу рекомендуемых героев для этого босса и рассмотрим группы других игроков что же поехали и так что же стоит знать про этого босса бой с ведьмой ветра состоит из двух этапов первый этап достаточно легкий когда вы снимаете половину здоровья босса а вот вторая часть как раз очень сложная потому что у нее есть такое умение как гром которая говорит что когда меньше или 50 процентов здоровья у нее остается она переходит режим гром и этот режим дает и в начале каждого хода сферы которые очень сильно усиливают атаку босса помимо этого у нее есть кровотечение которое она вешает на вас также дополнительные атаки снова кровотечение и наносит еще урон зависимости от разницы скорости между вами и боссом 2 стражника правый стражник накладывает на босса щит левый стражник а тут и накладывает добавь минус атака на ваших союзников что здесь надо понимать надо понимать то что когда босс входит вот в этот режим грома он наносит очень большой урон поэтому этот урон надо как-то пережить это можно сделать несколькими способами можно сделать за счет большого урона с вашей стороны чтобы вас просто не переживет такого огромного количества урона и очень быстро умрет то есть за счет очень сильные атаки также можно опережить за счет очень сильной защиты саппорта и очень сильного лечения с вашей стороны поэтому я порекомендую именно вот в этих категориях которые только что озвучил героев помогут вам остаться в живых потому что если вы поставите например только атакеров или трех атакеров и одного саппорта то скорее всего ваша группа сляжет и так каких героев я рекомендую для этого босса рассмотрим героев по категориям что очень важно на этом боссе и как я уже сказал его важно быстрее убить кто в этом может помочь конечно же прежде всего это команда ядовиков то есть ганджела сантис валук это универсальная команда практически против всех боссов и чем выше уровень босса чем выше этап босса тем больше вы будете наносить урона ядом ганджела конечно плюс прибавка еще урона яда поэтому имея в команде прокачанную сантис валука ганджела вы достаточно быстро убьете босса то есть вы можете взять ганджела сантис и двух других персонажей которых я скажу ниже дальше идем защита вам чтобы пережить урон можно и я считаю нужно использовать персонажей защиты не поддержки не лечения а именно защиты кто к ним относится это прежде всего хакрим который отдает защиту всей группе пассивным умением и также бренд бренд за счет чего за счет его пассивного умения щита и плюс за счет того что накладывает щит на всех союзников в качестве поддержки здесь можно рассмотреть небожителя рейна и вильяма небожителя кейна за счет его неуязвимости которая также позволит пережить огромный урон от босса а вильяма за счет его контратаки а также пассивного усиления способностей которые он дает всем союзникам в качестве чистильщика то есть атакера которые чистит сперва волны до босса можно взять любого ауе дамагера как и веру валерию наташу тию закари это не все это просто привел самые основные которые используются и можно конечно же использовать персонажи лечения чтобы вот этот весь урон попытаться как можно быстрее отличие хилить здесь как всегда блэкхорн или радира важно понимать что здесь смысл состава группы состоит в том что вам надо сбалансировать то есть вы не можете брать трех персонажей атаки и одного персонажа защиты или 3 ядовиков и одного защиты скорее всего вам придется взять двух из команды защиты или 2 например и 2 ядовиков к ним или же вы берете одного чистильщика одного ядовика одну защиту один саппорт как пример или вы берете например двух персонажей саппорта одного защиты и 1 ядовика но это будет и скорее всего он не вывезет по урону поэтому надо именно рассчитать так чтобы и урона было достаточно от вас но также чтобы и защита или лечение также были на уровне поэтому давайте посмотрим как с этим заданием справляются другие игроки я открыл группы игроков для 12 этапа я считаю самым разумным рассматривать именно последний этап и что мы видим на первом месте вот как раз группа полностью сбалансированная два персонажа защиты и два ядовика по-моему это вот идеальный вариант для этого босса на втором месте чистильщик этой валерия потом в ядовика и в качестве саппорта вилям здесь скорее всего все очень сильно вкачаны потому что как вы видите нету ни лекарей не персонажей защиты поэтому скорее всего здесь все в урон и опять же что быстро пережить потому что если бой затянется скорее всего эта пачка ляжет на третьем месте опять же два ядовика очистильщик здесь используется наташа и в качестве саппорта небожитель который дает неуязвимость за счет чего эта группа может пережить одну или две атаки босса дальше идет сбалансированная группа два ядовика потом чистильщик тия и хакрин в качестве персонажа защиты который бустит защиту всех ну и мы видим в принципе все группы построены таким же образом здесь вот в седьмой группе использована радира в качестве лечения здесь бренд использован и как вы видите в принципе можно проглядеть суть что именно берут практически в везде ядовиков берут одного или двух персонажей защиты одного саппорта ну или иногда лекаря давайте посмотрим по героям ядовики верху потом идет хакрин в качестве персонажа защиты бренд в качестве персонажа защиты наташа валерия тия в качестве чистильщик вильям и небожитель кейн в качестве саппорта ну и остальные персонажи редко используются какой приоритет цели на этом 8 вы сперва хотите уничтожить правого стражника чтобы он не вешал щит на босса потом левого чтобы он не вешал на вас дебаф минус атаку и потом босса если у вас команда ядовиков или очень сильный урон вы можете тогда спокойно бить сразу босса смысл побеждать ведьму ветра из нее падают три комплекта снаряжения первое это комплект хищной птицы потом комплект ассасина комплект веры более всех используется комплект хищной птицы он нужен вашим ядовикам например то есть тем кто вешает какой-то негативный эффект на противника именно поэтому это приоритетная цель до комплекта конечно же тоже используется но используется реже чем первый поэтому это основная причина тратить энергию на этого босса если у вас возникли какие-то вопросы пожелания вы можете связаться со мной в игре в дискорде написать комментарий на ю тубе а так я желаю всем приятной игры хорошего шанса призыва хороших сильных героев и всем удачи